всем привет немножко насобирал по-быстрому скажем так фиксов и надо думаю выложить короче коротко о главном читаем все внимательно описание в описании все написано поехали значит первый у нас вот пусть будет zt zt модель 160 новый нож ничего не делал нигде не бывал вот эти вот моменты это нормальное явление такое у них царапах нет ничего нет полочник нигде не бывал ничего не резал ценник 5 g10 сталь по моему здесь не указано такой прикольный по своему ножик лежит поехали дальше temperance музыки должна быть коробка коробку еще ищу поехали temperance от spider к вот такой вот нож ножик видал резал бывал несколько раз в остальном все круто специально ничего не делал специально ничего не восстанавливал думаю что вдруг но кому-то надо будет именно вот такой там с родной за . с тем всем все круто немножко вот кончик тут такой совсем совсем капелюшечку в остальном все круто классное удержание специфический нож на любителя наверное скажем так классный кайдекс рожда к клипса можно переставить немножко так немножко так такая штукенция есть коробка ценник у него 77 поехали дальше нож брал на ганзи не любитель вот все таки от этих зеркал потому что они какими-то макарами все всегда царапаются непонятно в чем короче вот такое зеркало вот такой клинок есть вот такие вот царапки по моему брал чуть подороже что-то в районе этих же называется он яблочный сталь по моему если не ошибаюсь х12мф ноженки ну вдруг кому-то кому-то будет интересно удобно пухлая рукоять но нет упора то есть немножко такая травмоопасная она так дальше поехали walking knife старичок такой реки не помню что за модель вообще ни разу не делал мне ничего не видел не резал вот эти вот царапки они с этой стороны возможно это кайдекс вот мы их видим с этой стороны похоже тоже на кайдекс удобный такой нож простой рабочий тоже по моему х12мф сталь тут тут хоть не могу ошибаться может быть тут что-то и другое стоит типа какая-нибудь к 110 или что-то еще не знаю не помню врать сильно не буду обработка по моему этого клиночку этого ножа анзар азнар есть потом человек не суть не суть не буду лучше ничего говорить то лишнего наговорю сейчас какой-нибудь ерунды так спай спай дырка что это у нас пупка да он и называется у нас пупка пин как это минин правильно читается правильно прочитал классный ножик раздуманной прикольный из таких косяков но где-то я видал у кого-то америкосов на канале на каком-то то есть это распространенная такая распространенный момент есть небольшая вот такая трещинка ни на чё она не влияет на с рождения у меня как нож пришел по-моему даже на распаковке есть она сразу мне так и было как шрам украшают на на мужчин так и трещинки украшают по-своему такой своеобразный получился вот эта штука должна быть намного ярче полировать ничего не стал то есть если немножко немножко чего-нибудь потереть не знаю флицем или еще какую-нибудь фигню будет классно классный прикольный нож сведенный в ноль аккуратненький ценник на него 7 так дальше бак бак вот эти вот царапки вот ножики не бывали ничего не видали откуда-то какие-то царапки быть я не аккуратно их как-то храню хранил кромочка все ровно к бак лайк по моему называется у бак лайк макс ценник полтора так дальше есть вот такие вот у меня наборчики по полтора дам масло и очиститель классная штука я считаю каждого как у меня мужиками особенно увлекаются должны быть так здесь у нас вот такой вот рант человек просил я нашел ему его чёт он куда-то потерялся сразу говорю рант разборный то есть мы видим гарду но у нас проходит как хозбыт потому что ножик разборный ножик разборный сделано все качественно никаких люфтов нет щелей бешеных каких-то здоровенных там в 3 миллиметра тоже нет клиночек ровненький спуске немножко вогнута я думаю что информацию по этому ножу можно легко найти в интернете без проблем кому если сильно интересно можно вот такие вот нейлон с логотипом ценник 6 смотрим дальше есть хтм вот такой вот рич тем правых называет может мне кажется с которого нарисовали или кто ну кто-то с кого-то нарисовал потому что клинок один в один как у кардинала как у 0454 от zt и все далее модели идущие то есть реально клин один в один нет у меня к сожалению сейчас того ножа с собой показал вы бы поржали где-то по моему каком-то видео я показывал здесь из косяков здесь есть косяк один скажем так это подвод с этой стороны его вывели очень много с этой стороны и он с его сделали каким-то реально маленьким то есть принципе в процессе эксплуатации несколько раз поправить его и подводик выйдет сталь по моему 30 к сталь 30 к так еще и ценник на него десятка ценник на этот ножик десятка есть коробка коробки коробки репешка есть знаю прикольный ножик классный модный вот-вот не по мне мне вот это место почему-то не понравилось что палец немножко только у меня толстовато пухловато то ли чё как-то немножко он подпроваливается мне многие ножи из-за вот этого места какие-то мои заморочки не нравится у trc к 1 есть нож тоже вот там такая же ерунда сделано кто почему-то неприятно мне держать его в руках вот из этого провала в остальном все круто все красиво симпатично аккуратно можно классный классный очень кайдекс один из моих вот таких вот материалов любимых именно вот этот кайдекс не просто что кайдекс именно вот такого качества так дальше вот эта штука я думаю что здесь можно 500 куна на скинуть потому что не смотрел его он у меня лежал я буквально сейчас перед видео посмотрел здесь есть косячок в виде это летерман супертул 300 здесь есть косячок у кого-то может быть сложится впечатление что косячные ножи нет косяк вот такой вот я несколько раз лежал рыбацком ящике долго лежал я рыбак тот еще раз году схожу так вообще круто про зимнюю рыбалку зимняя рыбалка вот я им открывал несколько раз консервы видимо какие-то на рыбалке и вот эти следы они остались и и и я не считаю что такой-то значительный и здесь есть маленький замин на вот здесь вот на клиночке скол наверно что ли как сказать вот в остальном в остальном тут больше ничем я не пользовался никаким инструментом все четко все ровно все аккуратно все блестит навье короче если можно так выразиться чехол тоже сами посмотрите вы почему-то на камеру нам так не передает как в живой но в живой он весь такой от него прям по вам навьем пахнет еще даже какой-то матовый что ли все чисто и аккуратно не пыли не грязи этикетка живая классный тут меня два таких просто ни к чему он у меня лежит так еще у меня есть вот такая штукенция кому-то может будет интересно тоже вот камеры то ли свет у меня такой-то ли чё как-то так снимает как будто вот эта грязь на самом деле ничего подобного все четко ровно просто видим на такой свет классные такие ножны реально супер тактические всякие разные это видимо на бедро можно одевать миликозы теха сотка сотка и и он новый и он не новый потому что я сейчас его смотрел вот здесь вот есть такие штукенции как будто мы им что-то где-то струганули пару раз только в одном месте в остальном здесь родная ровная заточка и царапки не знаю тряпки что ли остались или от ножен может быть они остались вот этот но на камеру тут ребята вообще как будто прямо стругано живой это все выглядит намного проще и аккуратнее вот четко вообще прям видать кромочка четкая ровно здесь у нас теперь м3 и теперь м3 и это у нас следы от были стола наверно еще остались немножко все тут терется номер сотка g10 классно сделано мне вообще нравится рисунок мне нравится текстура мне не нравится что он такой здоровый весь такой мощный ломовитый нож на любителя пишите на почту пообщаемся пишите на почту пообщаемся по этому ножу так почему-то я не понял почему у всех народа как-то меня много когда кто писал на почту где-то в комментариях продай так интересно как бы продаю а никому не интересно ценник 29 я по моему в прошлом видео цена была 30 видим это я ошибся ценник 29 нам там тоже исправить 35 номер из первых крутой крутой нож реально нож просто бомба то есть вот то что сейчас у них идет что немножко не то там нужно другие уже на потоке это это из первых вот в такое превращается микарта то есть изначально такая какая-то сыро-черная что ли в итоге она получается вот такая вот серая думаю что если пользоваться начать то она скорее всего примет такой черный цвет немножко затертый ну короче это микарта смотрим банадис 4 думаю что нож представление не нуждается наверно три раза его ли может быть 2 доставал из ножен ничего не протирал ничего не трогал это все родное все четко ровно говорю камера мне снимает как будто он весь какой-то затертый ничего подобного бомба это очень крутой но реально классный тоже пишите будем общаться поэтому ножик карточка есть карточка дата выпуска дата выпуска когда это все было до конус крутик реально сам смотрю и понимаю что это круто так еще у нас осталось параш пара ножей мартини финн вот такой вот блестящий настоящий почему-то не позиционируют его как рыболовный нож с чем это связано я не знаю новый аккуратный длинный 250 модель удобно сидит руке но сразу говорю нет упора то есть нож такой достаточно травмоопасный если чё-то им бездумно бездумно колотить и делать ценник 4 и есть вот такой вот вот такая вот штукенца у меня есть мастер по моему мастер зовут шухер володя если я не ошибаюсь ошибаюсь поправьте я изменю название в описании клеена из двух половинок ноженки такой вот подвесик проведена работа нож такой знаете он может может очень специфический реально как кто-то писал по моим в комментариях под рукавицу он реально удобно сидит в руке он классным прямо за мою ладонь он заполняет ее вообще классно но опять же вот это меня немножко смущает что нет никакого здесь упора гарды взъема то есть ну довольно таки травмоопасно я такой балбес как бы тут еще я могу пораниться надо аккуратнее с этим ножом не помню что за сталь какая-то тут супер сталь ну супер это в кавычках я скажу то есть здесь реально хорошая сталь какая-то какого-нибудь топора перекованная может быть х 12 может еще что-то игры на на лучше ничего не говорить есть специалисты на я думаю что кто-то все равно знающий смотрит и наверняка тоже напиши напишут в комментариях какая-нибудь может быть у 10 чем тут вот что-то вот такого уровня он потому что сам где-то ее насколько я вот помню по памяти сейчас правильно неправильно тоже скажу то есть человек где-то в лесу какими-то примитивными способами значит ее эту сталь плавит делает заготовки эти там же значит у него какая-то наковален как какие-то молоты кувалды он там все это долбает делает и вот все делается это в лесу правда не правда вот вот за что слышал зато и продаю есть даже несколько роликов полную тубе давно не смотрел не пересматривал можно поглядеть можно даже в конце концов найти самого мастера и спросить у него а так ли она это все короче вот так вот все по фиксам похоже пока все ничего больше не придумал там сильно думайте смотрите решайте друг кому-то что-то понравилось нравится или интересно все всем пока пока а